Газета «Республика» Но наши объяснения прошли впустую, потому что в этом году опять в качестве заинтересованного лица указывают саму газету, то есть вот этот предмет, эту бумагу с напечатанными текстами. Это первое. И второе. Если по процессу с газетой «Республика» там прокурор города заявил исковые требования, совершенно не основанные на законе, потому что законодательство нашей страны не предусматривает такой вид средства массовой информации, как единое СМИ, нет механизма его создания и так далее. То есть это вот была придумка прокуратуры, которую, к сожалению, все судебные инстанции поддержали. Сейчас прокуратура заблудилась в трех соснах, потому что они подали заявление об установлении юридического факта. Но я, конечно, не могу судить, что они там ГПК не читали, или что на самом деле заявлению подобного рода законодатель предъявляет определенные требования. То есть каким образом оно должно быть составлено, что там должно быть указано. Нидеовский прокурор ничего этого не делает. Просто болтовня, болтовня, болтовня. И сегодня в судебном заседании я задала ему всего два вопроса. То есть первый вопрос это в чьих интересах подано заявление, потому что законодатель прямо требует, чтобы было указано, если это не сам человек, не сама организация просит установить юридический факт прокурора, он должен указать, в чьих интересах и какие юридические последствия установления этого факта понесут для этих людей или организаций. Но мы услышали, конечно, совершенно потрясающий ответ прокурора, что это в интересах судебного решения, которое Мидеовский суд вынес в прошлом году. Ну вот это печально. Печалит уровень правовой грамотности работников прокуратуры. Что в процессе с газетой «Республика», что сейчас в этом процессе. Я не говорю, что прокуратура не имеет права подавать исковые заявления или заявления об установлении юридического факта. Конечно, имеют право и в интересах государства, и неограниченного круга людей. Но это нужно обосновать. То есть на самом деле у нас хорошее законодательство, которое просто нужно знать и нужно уметь его использовать. И парадокс заключается в том, что прокуратура – это государственный орган, созданный и существующий на наши с вами деньги для того, чтобы надзирать за законностью. Вот во всех областях нашей жизни надзирать за законностью, чтобы законность неукоснительно везде соблюдалась. И вот уже второй раз мы сталкиваемся с тем, что представители этого самого надзирательного за законностью органа сами имеют очень смутное представление о состоянии нашего законодательства, о том, что они имеют право делать, в каком порядке и так далее. Вот это очень грустно, конечно. Конечно.